представителю Соединённых Штатов. Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарю спецпосланникам и СТУРу за то, что вы здесь, и за то, что вы отказываетесь сдаваться. Мы собрали Совет Безопасности потому, что Российская Федерация и режим ОСАД начали полномасштабную наступательную операцию на восток Алеппо и на 275 тысяч мирных жителей, находящихся там. Россия и ОСАД запустили более 150 бомб с воздуха за последние часы. Погибло по меньшей мере 139 человек, сотни ранены. Это раньше был уникальный ближневосточный город, теперь он в руинах. Люди уже терпели ужасающие страдания за последние 5,5 лет, но именно эти люди называют эти последние авиаудары беспрецедентными по количеству. ОСАД-режим четко говорит и показывает, что верят только в военное решение. Они убеждены в том, что они военными способами смогут отвоевать каждый квадратный сантиметр Сирии. Им безразлично, что останется от этой Сирии, если они будут насаждать свое военное решение. Вместо того, чтобы стремиться к миру, Россия и ОСАД ведут войну. Вместо того, чтобы поставлять жизненно необходимые товары мирным жителям, Россия и ОСАД подвергают ударам гуманитарные автоколонны, больницы и добровольцев, которые пытаются спасать человеческие жизни. Без сомнения, Россия сегодня скажет, что эти нападения предназначены для борьбы с террористами. А те люди, которые погибли, это террористы или сторонники террористов. Но это абсурд. Посмотрите на факты. За первые 24 часа на вступление на восток Алеппо, и, кстати, первые удары, произошли прямо посередине заседания здесь, в Нью-Йорке, когда Россия говорила о том, что она хочет вновь подтвердить необходимость прекращения боевых действий. Россия и режим осуществили не одну и не две, а три или даже четыре базы белых касок. Белые каски – это первые спасатели, которые отважно бросаются в места ударов для того, чтобы из завалов спасать людей. Каждый день они спасают людей. Они перемещаются на каретах скорой помощи. Они едут в школы, больницы на рынке, которые стали жертвами ударов России и осады. И пока белые каски это делают, они понимают, что режим на регулярной основе проводит удары. Они ждут, пока после первого удара приедут добровольцы-спасатели, а потом осуществляют второй удар. Месяц назад мы видели ужасающие кадры – пятилетний мальчик, который сидел в машине скорой помощи с неподвижным лицом после того, как разбомбили его дом. Его спасли эти добровольцы, но из-за нападений России и осада за эти последние несколько дней удастся спасти немногих детей, таких, как этот мальчик. Скорее всего, те дети, которые оказались на востоке Алеппо, погибнут под завалами. Еще одна мишень для России и осады – это водонасосная станция. Мы о ней уже слышали. Она поставляет воду, питьевую воду, жителям восточного Алеппо. Спустя два месяца после того, как были прекращены поставки продовольствия и медикаментов в эту часть города, жители столкнутся с риском заболеваний из-за того, что будут вынуждены пить нечистую, грязную воду. Кроме того, мы слышали о том, что поставки этой воды охватывают полтора миллиона жителей на востоке Алеппо. Мы решительно осуждаем эти действия. Воду нельзя использовать в качестве элемента тактики военных действий. Нельзя заставлять жителей пить грязную воду. Восточная Алеппо остается под осадой. Единственное, что попадает в Восточную Алеппо сейчас – это бочковые бомбы и зажигательное оружие. Свидетели говорят о том, что их сбрасывают силы осада и России. Воздействие на мирных жителей этих авиаударов и блокады ужасает. Топливо для дизельных генераторов, единственный источник электроэнергии, заканчивается. Не хватает товаров для того, чтобы производить хлеб. Больницы вынуждены перемещаться в подвалы и бункеры для того, чтобы защитить своих пациентов от постоянных бомбовых ударов. Но там нет электричества. Врачи уже вынуждены осуществлять операции при свете своих мобильных телефонов. Другого источника света нет. Но с каждым новым авиаударов становится все больше пациентов, которых нужно лечить, а при этом товаров, медикаментов для их лечения все меньше. Посмотрите, что в последние два дня публиковали в интернете. Мужчины, женщины, дети лежат в лужах крови в коридорах больниц. Дети без сознания нуждаются в кислороде. Приходится вручную закачивать кислород в легкие, потому что оборудование подводят. Никто не получает необходимого лечения. Жители не в состоянии покинуть Восток Алеппо. Они оказались в условиях средневековой варварской осады. И хотя готовились поставки, автоколонна не может попасть в Восточный Алеппо. Безусловно, Россия уже давно имеет все возможности для того, чтобы положить конец этим страданиям. Соединенные Штаты работали с Россией на протяжении 8 болезненных месяцев для того, чтобы договориться о новых обязательствах по прекращению боевых действий. Буквально на прошлой неделе Соединенные Штаты выступили соорганизатором двух министерских заседаний МГПС для того, чтобы прекратить боевые действия и вернуться к перемирию. Делали это мы не потому, что верили в то, что Россия действует добросовестно в Сирии. Мы, как и все, знаем, что Россия говорит одно, а делает совершенно противоположное. Мы это сделали, потому что мы понимаем, что мир в Сирии невозможен, если Россия по-прежнему будет участвовать в этой войне. И мы должны сделать все, что в наших силах для того, чтобы положить конец на Сирию и вернуться на путь политических преобразований. Это единственный способ положить конец этому конфликту. По этой причине даже сейчас мы будем искать любые возможные пути для возобновления прекращения боевых действий. Но здравый смысл говорит нам о том, что одностороннее прекращение боевых действий невозможно. Нельзя проводить авиаудары и говорить в то же время, что ты за мир. У мира есть доказательства того, чем именно занимается Россия. В среду на прошлой неделе министр иностранных дел Лавров выступал в этом зале и говорил, что по вопросу о Сирии Россия всегда выступала за исключительно мирное решение. Но когда началась наступательная операция, вряд ли разумно предполагать, что Россия и Сирия не использовали зажигательное оружие, бункерные бомбы, ведь они их грузили на свои самолеты. И это происходило именно в тот момент, когда здесь выступал министр Лавров и говорил о борьбе за мир. Россия и режим начали сбрасывать свои бомбы на востоке Алеппо. А министр Лавров в это время говорил о том, что нужно защитить договоренности о прекращении боевых действий. Вот так Россия видит прекращение боевых действий. Соединенные Штаты говорят постоянно о том, что удары по жилищным районам соразмерны военным преступлениям. Сегодня Россия, без сомнения, вновь будет обвинять Соединенные Штаты в том, что мы виной этому хаосу. Они, возможно, вспомнят один авиаудар, когда коалиция нанесла удар, как оказалось, по сирийской военной позиции. Мы признали свою вину и взяли обязательства по полному расследованию этого инцидента. Скорее всего, Россия сегодня будет отвлекать внимание от своих действий и привлекать внимание к прошлым действиям Соединенных Штатов. Но я вас заверяю в том, что сегодня, да и вряд ли когда-нибудь еще, Россия пойдет на то, чтобы признать свою ответственность. Я уверяю вас в том, что Россия никогда не скажет правду. Уважаемые коллеги по Совету Безопасности, я прошу вас, взгляните на тексты, которые подготовили для сегодняшнего заседания, ваше выступление, и задайтесь вопросом, отражает ли то, о чем я буду говорить, реальность на местах. Есть ли здесь правда о тех, кто виновен в этом насилии? Если я буду зачитывать это выступление, а в зале в это время бы сидели мирные жители из Восточного Алеппо, я чувствовал бы спокойную совесть или нет? Вспомните о тех, кто на ежедневной основе переживает эти ужасы. Сейчас нет времени для того, чтобы винить кого-либо. Нельзя использовать пассивный залог, который стал обычным делом в выступлениях в Совете Безопасности. Неправильно говорить, произошли авиаудары или погибли мирные жители. Настало время четко сказать, кто убивает этих мирных жителей, кто осуществляет эти авиаудары. Россия занимает место постоянного члена в Совете Безопасности. Это большая честь, ответственность. Но в Сирии, в Алеппо Россия злоупотребляет своей исторической привилегией. Члены Совета Безопасности и, безусловно, среди них Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы сохранять конструктивные контакты с Российской Федерацией. Однако история вряд ли благосклонна будет вспоминать о тех членах Советов Безопасности, которые молча терпят это кровопролитие. Россия занимается авиаударами, поддерживает смертоносный режим, отрезает поставки. Давайте четко определимся. Да, в Сирии есть террористы. Их там много. И мы все хотим уничтожить этих террористов, потому что от них исходит угроза для всех наших граждан. По этой причине Соединенные Штаты возглавили коалицию из 67 стран, которым удалось отбросить ИГИЛ с 40% занятых ранее ими территорией в Сирии и Ираке. Мы освобождаем мирных жителей. Именно поэтому мы вели переговоры с Россией. Мы говорили о том, что мы готовы работать с Россией для того, чтобы бороться с Джаббат Аль-Нусрой и ИГИЛом в Сирии. Никому не нужно убеждать Соединенные Штаты в опасности, которые исходят от террористов. Наши собственные граждане становятся мишенью для действий террористов по всему миру. Но когда Россия занимается какими-то фантастическими заявлениями, мы должны расставить точки над И. То, что делает Россия, это варварские действия. Это не борьба с террористами. В пятницу нам показывали кадры о последствиях одного из последних авиаударов по Восточному Алеппу. На этом видео мы видим, первые добровольцы-спасатели разбирают завалы. Они отодвигают глыбы бетона. И вдруг мы слышим ужасающий крик. Душераздирающий крик ребенка. Ребенка, который оказался под завалами. Эти добровольцы начинают работать активнее. И вдруг мы видим, что на экране появляется голубое платье девочки. Девочка, которая плачет и кричит от ужаса и боли. А потом мы видим, как эти добровольцы отодвигают глыбы. Достают эту пятилетнюю девочку. Все ее тело покрыто белой пылью. И кажется, что на наших глазах произошло чудо. Девочка живая, спасена. Но все остальные члены семьи этой девочки погибли. Ее мама, ее папа, ее четверо братьев и сестер. Все они погибли. Какие шансы у этой девочки на счастливую жизнь в этом мире? У нее не осталось семьи. И не осталось никакой надежды на то, что виновные в этих ударах и в гибели ее близких испытывают хоть какое-то, какие-то угрызения совести. В 70 лет мы пытаемся строить и защищать наши принципы и ценности, а над ними насмехаются в условиях полной безнаказанности. Делают своей мишенью автоколонны с гуманитарной помощью, жилищные районы, детей, больницы, школы при условиях полной безнаказанности. Так какие шансы на счастливую жизнь у этой девочки или у кого-либо из нас? Один из первых спасателей, прибывших на это место, сказал, люди не знают, что им делать, не знают, куда им идти. Им некуда бежать. Кажется, что настал конец мира. Вот его слова. Он сказал, конец мира, апокалипсис, вот то, что сейчас происходит в восточном Алеппо. Для этой девочки Руан, которой всего 5 лет и которая уже осталась без семьи, может быть, для нее Совет Безопасности сможет набраться смелости и сказать, кто в этом виноват. И сказать единым голосом России прекратить. Спасибо. Я благодарю представителю Соединенных Штатов и передаю слово представителю Франции. Соединенных Штатов и передаю слово представителю Франции.